Ганс Петер Дюр. Материи не существует. Перевод с немецкого Ирины Андреевны Рыбаковой. В книге с провокационным названием материи не существует. Немецкий физик Ганс Петер Дюр бросает вызов классическому пониманию физики, в котором противопоставлены субъект и объект, и настаивает на том, что наука и религиозная философия не только не противоречат, но и прекрасно дополняют друг друга. В своих рассуждениях Дюр часто опирается на индийскую философию, пытаясь соединить ее с квантово-механическими принципами. Вступительное слово. Ганс Петер Дюр. 7 октября 1929 года. 18 мая 2014 года. Известный немецкий физик, работавший над проблемами атомной и квантовой физики, а также занимавшийся теориями гравитации и физики элементарных частиц. Занимал должность директора в физическом институте Макса Планка и профессора в университете Людвига и Максимилиана. Помимо исследований в области физики и философии, он также был погружен в тему энергетической политики и отстаивал необходимость поиска источников так называемой мягкой энергии и отказа от использования атомной. В 1987 году он был награжден премией за правильный образ жизни, за глубокую критику стратегической обороны инициативы, СОИ и работу по использованию высоких технологий в мирных целях. Он входил в различные организации по экологическим проблемам, например, в правление Greenpeace в Германии и в научный комитет Международной академии в Вене. Таким образом, этот разносторонний человек оказывается совершенно удивительным в своем стремлении охватить как можно больше сторон деятельности и разрабатывать пути решения самых разнообразных и актуальных проблем современности. Если учесть, что нас здесь интересует именно та глава жизни Дюра, где он уделяет пристальное внимание физике и философии естествознания, то следует вспомнить о следующем факте. Совместно с выдающимся ученым и философом XX века, основателем квантовой механики Вернером Гейзенбергом, Дюр разрабатывал единую теорию Тисполе-Поле и считается одним из видных учеников Гейзенберга. Помимо научных изысканий, Дюр выделяется своими философскими воззрениями, в которых во многом следует по стопам своего учителя. Наиболее яркой чертой его философии является поиск ответов на, казалось бы, древние вопросы, которые, впрочем, по сей день не теряют актуальности, что лежит в основе бытия. Есть ли что-то за пределами наблюдаемой нами реальности? Какова суть процессов, происходящих как в макро- так и в микромире, и каким образом мы можем эти процессы познать, интерпретировать? Ответы на эти вопросы для Дюра лежат не в плоскости чисто научных фактов и теорий, но в области трансцендентного начала, находящегося за пределами чувственного восприятия. Обобщая свои взгляды на некоторые основные категориальные понятия философии, трансцендентность, реальность, дух, материя, детерминизм и так далее, он ведет беседу со своим другом, религиозным философом Петером Михелем, которого некоторые исследователи считают одним из крупнейших представителей современной теософии, и в ходе их диалога вычерчивается понимание Дюра мира и места человека в нем. Оба собеседника предстают не только знатоками современных научных теорий, но и глубокими исследователями разнообразных религиозных учений. Дюр и Михель соединяют концепции индуистских, христианских и теософских мыслителей с философией естествознания и самой наукой, и при этом строго следует своей изначальной цели. Определить границы познания и рассмотреть как можно больше грани действительности, для лучшего понимания того, каким образом она существует. В 2012 году вышеописанный диалог публикуется под названием «Материи не существует», и именно он, переведенный ниже, попытается пролить свет на основные философские и научные идеи Ганса Петера Дюра. Предисловие Петера Михеле. В основе приведенной ниже беседы лежит долгая предыстория. Много раз пересекались мои пути с путями Ганса Петера Дюра, в том числе во время длинных праздничных выходных на Троицу на горе Верита в Асконе, знаменитой горе Истины, которая уже послужила в качестве вдохновляющего места для столь многих духовных порывов. Поводом для тогдашней беседы стало торжественное мероприятие на тему рождения нового мирового сознания. В День Святой Троицы, после вечерней программы, мы затеяли еще один разговор о почти невероятных предпосылках и случайностях определенных событий мировой истории. Прежде всего, в связи с созданием первого атомного оружия, о котором Ганс Петер Дюр мог увлекательно рассказать, исходя из личных встреч с участниками проекта. В ходе этой встречи на праздник Троицы мы также затронули тему диалога мировых религий, и Ганс Петер Дюр проявил большой интерес к моей концепции мировой религии, которую я изложил в книге. Я обещал ему доступ к экземпляру книги «Тотчас по возвращении домой». Уже спустя несколько недель я получил от него длинное письмо, весьма дружеского тона, с подробной аргументацией. Ганс Петер Дюр чрезвычайно скрупулезно изучил мировую религию и намеревался еще интенсивнее обсуждать затронутые там темы, в том числе и в диалоге. Для человека за 80, который справляется с деловым календарем, пожалуй, слишком напряженным для 50-летнего, не просто найти временной промежуток, который позволит провести личную беседу. После предварительных переговоров в Цюрихе место в его ежедневнике все же нашлось. Наша встреча была назначена в Институте Макса Планка в Мюнхене, который впоследствии становится центром научной деятельности Дюра. Если зайти в неказистое здание на окраине Мюнхена, то увидишь его имя на видном месте на информационной доске в вестибюле и останешься под впечатлением, что здесь в течение нескольких десятков лет ничего не изменилось. Его институтский кабинет похож на маленькую библиотеку. Удивительно, как вообще, учитывая стопки книг, заполняющие пространство стен и столов, может найтись место для работы, чтобы справляться с обширной корреспонденцией, которую кругосветному путешественнику на службе науки предстоит обработать. Сегодня в Пекине, завтра в Вашингтоне, Ганс Петер Дюр на сегодняшний день не только востребованный референт и консультант, но и человек с необычайно хорошими связями. Вследствие этого он способен оценивать политические и общественные процессы на Востоке и Западе лучше, чем большинство его коллег, которые сильнее вовлечены в научное производство. Любопытно, что среди его собеседников имеются не только ученые и политики. Ганс Петер Дюр регулярно выделяет время для встреч с буддийскими монахами или христианскими учителями дзен и обсуждает с ними их мировоззрение. Такой широкий спектр привел к тому, что всемирно известный физик беседует наравне с последователями учения Адвайта Веданте или дзен-буддистами и признается ими в качестве равноправного собеседника. Ганс Петер Дюр, подмигнув, охотно напоминает, что он ни разу в жизни не медитировал, на что его духовные собеседники выдают следующую реплику «Ты просто медитируешь по-своему». Это именно тот дух размышления, та физика созерцательного, который наделяет его, как никакого другого ученого-естественника, способностью сооружать интеллектуальные мосты между вроде бы несовместимыми реальностями. Наш следующий разговор — это один из таких мостов. Пусть же многие заинтересованные лица прошагают по нему туда и обратно. Доктор Петер Михель. Глава первая. Трансцендентность. Петер Михель, в своих книгах и докладах вы часто ссылаетесь на образные выражения из Адвайта и, прежде всего, ведическое понятие трансцендентности и имманентности, кажется наиболее близко вашему способу мышления. В классической Адвайте трансцендентность и имманентность упраздняются в момент просветления, отсюда Адвайта, то есть недвойственность. В санскрите это выражено с помощью двух знаменитых фраз «Это ты и я, Брахман». Будучи, как вы любите себя называть, любящим атеистом, вы, очевидно, склоняетесь к данной концепции. Это также можно понять из таких высказываний, как «Творец тождествен первопричине творения». Можно ли, основываясь на ваших исследованиях в области квантовой физики, также подтвердить некую концепцию, которая продолжает понимать трансцендентность в абсолютном смысле? При этом я имею в виду учение видного каббалиста Исаака Лурии, который, объясняя собственное понятие цимцума, исходит из самоограничения Бога. Бог сначала же мается сам в себя, чтобы затем в возникшем пространстве явить творение мира. Иначе, по мнению Лурии, кроме Бога, не было бы ничего. Бог в его учении объемлет творение и пронизывает его, но не составляет с ним единое целое. Ганс Петер Дюр. Конечно же, в квантовой механике существуют различные интерпретации. Мне всегда казался очевидным установленный мной факт того, что творение само обладает творческими способностями, что бессмысленно отделять Бога от творения, так сказать, противопоставляя их друг другу. Если между Богом и творением поставить знак равенства, то можно избежать многих затруднений, которые то и дело доставляют хлопот современной физике. Хотя за все это время в физике было открыто множество строгих законов, мы вместе с тем непрерывно следуем по пути обнаружения все новых закономерностей. Полагаю, мое высказывание о том, что мы переживаем больше событий, чем мы в состоянии понять, сегодня все еще актуально. У нас в наличии большое количество явлений, но мы интерпретируем их все еще в соответствии с положениями старой физики и дело исключительно в нашем ограниченном сознании. Если мы продолжим активно исследовать творения, мы познаем более глубокие и обширные законы. Квантовая физика, в частности, доходит до того, что заявляет, никакого познаваемого не существует. Познаваемым, в собственном смысле слова, является нечто, о котором я задаю некий определенный вопрос и получаю при этом четкий определенный ответ. Таким образом, оно познаваемо в смысле четко очерченных понятий. Однако сегодня какие-то вещи могут быть выражены только при помощи глаголов. Петр Михель, вы имеете в виду то, что процессуальная сторона события может быть описана только глаголами? Ганс Петр Дюр, именно, процессуальная сторона. Можно объяснить это, быть может, прибегнув к аналогии с чем-то настолько таинственным, как любовь. Если некто спросит меня, могу ли я объяснить, что такое любовь, я отвечу отрицательно. Если он потом вновь спросит, почему я не могу это сделать, ведь все вокруг говорят о любви, мне придется ему ответить так, если ты попытаешься объяснить любовь, нечто будет при этом разрушено. Поскольку в тот момент, когда ты подумаешь, что познал любовь, ты ее разрушишь. Искусство состоит в том, чтобы понять нечто, не втискивая его в рамки четко обозначенных понятий или категорий. Это высказывание неизбежно вызывает следующий вопрос, как же в таком случае можно чему-то такому научиться? И мой ответ звучит так, ты научишься этому, просто идя по жизни, с открытыми глазами. Если я встречу моего собеседника года спустя, и он мне скажет, что влюбился, я смогу попросить его объяснить мне это. Вероятно, он ответит, что не может этого сделать. И тогда мы оба, хотя и будем знать, что значит любить кого-то, тем не менее не сумеем объяснить суть этого явления. Красота картины, красота творения разрушается, если я попытаюсь ради объяснения разобрать ее на части или расчленить. Петер Михель, если я присоединюсь к такому пониманию творения, то в мистическом смысле, как из позиции Адвайты, мы все еще останемся в области имманентного. Однако принципиальный вопрос каббалиста остается неизменным. Каким образом может существовать то, что не является богом? Нам остается разве что объявить себя богами. Но в таком случае даже приверженцы учения Адвайты будут вынуждены отвечать на вопрос. Если не существует трансцендентности божественного, поскольку оно полностью исчерпывает себя в имманентности, как тогда может быть, что божественный перестает осознавать самое себя. Ганс Петер Дюр перестает осознавать не совсем подходящее описание. Слово Адвайта я пытаюсь описать больше, чем я в состоянии узнать. В связи с этим я бы выбрал слово «пречувствие». Пречувствие означает нечто иное, нежели чувство или даже вдохновение. Последние два слова выражают нечто, что уже проявило себя. Например, я могу сказать, что мне только что пришла в голову идея, которую я неделями вынашивал в качестве предчувствия. Тогда говорят о предчувствии в прошедшем времени. Здесь мы имеем некое «я», которое о чем-то узнало и говорит об определенном событии во времени. В подлинном предчувствии никого больше нет, никакого «я», которое могло бы говорить об этом. Как только об этом начинают говорить, начинается дуализм. И он, по сути говоря, является чем-то искусственным, что сделано мной. Этот пример я хотел бы использовать, чтобы ответить на ваш вопрос о трансцендентности Бога. Если я не делаю никаких высказываний о Боге, я в какой-то степени пребываю в этой трансцендентности. Я ничего не говорю не потому, что не хочу, но потому, что трансцендентное не позволяет себя выразить. Имманентное — это всего лишь воспоминание о том, что раньше что-то существовало. В тот момент, когда я начинаю объяснять трансцендентное в имманентности, я его разрушаю. Петер Михель. Нельзя ли обозначить трансцендентность как потенциальную реальность, как свойство открытости? Ганс Петер Дюр. Собственно говоря, подобной открытости не существует. Петер Михель. Открытости для трансцендентности. Ганс Петер Дюр. Разве мы в этом случае не придем вновь к дуализму? Петер Михель. Нет, если мы все понимаем правильно. Бог не какая-то другая часть, он есть совершенно иное. Трансцендентность — не противоположность имманентности, она есть совершенно иное. Ганс Петер Дюр. Я бы просто сказал, она есть это. Трудности начинаются в тот момент, когда мы начинаем об этом говорить. Как только мы вступаем в разговор о трансцендентности и имманентности, мы вытесняем либо ту, либо другую. Суть в том, говорю ли я об одной из них или же о ее имманентности. Для решения этой проблемы я охотно использую образ воды. Я прыгаю в воду. Я в воде, и меня окружает только она. Все вокруг меня мокрое, и это замечательное ощущение. Я в таком восторге от этого, что выхожу из воды, чтобы рассказать своим детям о том, какая восхитительная штука эта вода. Но в тот миг, когда я выхожу из воды, я перестаю быть мокрым. Я в изумлении останавливаюсь, поскольку больше не ощущаю воду и задаю себе вопрос, что я собственно хотел объяснить. Итак, я снова бросаюсь в волны. Все опять становится понятно. Я снова выхожу из воды, и опять та же проблема. Я сухой, и не могу описать мокрое. В подобной ситуации я начну разрабатывать конкретные варианты дальнейших действий. Я стану искать метод. Возможно, при выходе из воды я мог бы удержать пару капель на лице. Но капли – это не вода. Опыт пребывания в воде не идет ни в какое сравнение с опытом пребывания вне воды. То есть все дело в разделенности. Когда я нахожусь в воде или под водой, я не могу об этом говорить. Когда я вышел из воды, мой опыт есть нечто иное. Только два человека, оба пережившие водяной опыт и вступившие затем в диалог, обладают неким ощущением или чувством, которое, вероятно, можно будет обсудить. Это то же самое, как и в случае с любовью. Если мой собеседник тоже влюблен, мы оба заранее понимаем, о чем каждый из нас будет говорить. Мы не можем это как следует описать, но мы переживаем определенное отождествление с другим. И это замечательно, потому что есть уверенность в том, что мы не одни, что нас понимают, даже если мы не можем по-настоящему рассуждать о собственном опыте. Позвольте, я выражусь в абсолютно нефилософском духе. Адвайта подразумевает такую концепцию, от которой у меня просто сносит крышу. Петр Михель. Забавное описание, но при этом абсолютно точное. Однако в том виде, в каком вы ее высказываете, эта концепция напоминает, скорее неоплатонизм, чем настоящую Адвайту Веданту. Если перефразировать некоторые слова, то получится, что вы описали именно то, что плотин называет генозис, единение с единым. Когда я единое, одно целое в мистическом погружении, я не могу об этом говорить. Когда я возвращаюсь и пытаюсь описать пережитый опыт, я больше не пребываю в единении. Эта классическая дилемма погружения или опыт единства привела к возникновению понятия мистического парадокса. То, что было испытано в состоянии мистического единения, не может быть выражено языковыми средствами в состоянии раздельности. Ганс Петер Дюр. Здесь мы подходим к моему главному аргументу против классической физики. Это то положение дел, которое всегда вызывало у меня затруднения. Речь идет о методическом аппарате в целом и в конце концов о разделении субъекта и объекта. Ведь стремление познать различия уже предполагает дуализм. Классическая физика выстроена таким образом, что она не просто довольствуется различием между я и каким-то объектом. На который я смотрит, но хочет найти истину, не учитывая какого-либо влияния со стороны наблюдателя, вне всякой зависимости от него. Мы берем некий объект и изолируем его от субъекта. Затем мы называем его вещью и получаем реальность. Но когда мы превращаем действительность в реальность, мы разрушаем как раз то, что составляет тот самый промежуток, имеющий решающее значение. Представители данного мировоззрения утверждают, что это единственный способ обрести абсолютную ясность, каково ее представляет классическая физика. Тогда я обычно задаю слегка каверзный вопрос, какая вам польза с того, что вы знаете, что именно то-то и то-то произойдет в будущем в соответствии с законами природы. Господь Бог знал об этом наперед. Почему же он просто не скажет об этом физикам? Ах да, он устроил все таким образом, потому что физикам нужны их Нобелевские премии. В этом месте я обыкновенно прибегаю к своей знаменитой карточной игре. Я кладу колоду на стол и переворачиваю карты лицом вверх. Одну за другой. Перевернутые я уже вижу, прочие, конечно же, нет. Затем возникает вопрос, нет ли тут какого-нибудь правила или закономерности. Червонный туз, червонная двойка и так далее, ага, мир состоит из карт червонной масти. Это знание уже прекрасно, но за него пока еще не дают Нобелевскую премию. Так что думаем дальше. Туз червей, двойка червей, тройка червей. Ага, мир состоит из карт червонной масти и каждый раз увеличивается на единицу. Итак, теперь можно предсказать будущее. Следующий будет четверка червей, а затем пятерка. Гениально. Нобелевка. Потом мы подходим к десятке червей и предсказываем, что за ней следует 11 червей. Но внезапно все рушится. Дальше идет червонный валет. Мы раздраженно берем следующую карту. Червонная дама. А затем и король. Мы продолжаем нервничать и начинаем сначала. Туз пик, двойка пик и так далее, червонной масти больше нет. Но есть новый порядок и новая же Нобелевская премия за усовершенствование знания о будущем. Но что нам с того? Какая польза нам от всех этих предсказаний? Я хотел бы знать, чтобы суметь подготовиться к тому, что мне понадобится в будущем. Петер Михель. Так говорил бы мистик. Он сказал бы, вы можете исследовать, исследовать и исследовать. В конце концов, вы вновь обнаружите, что вы с мистической точки зрения все еще остаетесь непросвещенными. Люди, ищущие таким образом, постоянно движутся в плоскости, в которой невозможно получение истинного знания. Ганс Петер Дюр. Это именно так. При этом я, не понимая даже, почему я тут вообще оказался, еще и подвергаюсь наказанию из-за недостаточной лояльности и греховного поведения. Ведь должно было быть заранее известно о том, что я совершу ошибку. Так ведь? Тут мы оказываемся погружены в иудаизм и христианство. То есть здесь есть заповеди и прочие строгие законы, которые хотя и действуют для всех, но для определенных мужчин и только мужчин, для определенного класса мужчин, они действительно не во всех пунктах. Эти мужчины могли освободиться от этих законов и самостоятельно менять и определять свою жизнь. Таким образом, они взяли себе немного богоподобия и встали бок о бок с Господом, который трудился лишь одну неделю, а они теперь продолжают его дело. В этом случае ответственность и соблюдение законов вновь обретают смысл. Я всегда считал эту историю несправедливой и странной, и первыми, кто выразил свой протест, были женщины. Они больше не хотели участвовать в заданной ролевой игре, подвергнув сомнению истинность ее правил. И мы снова возвращаемся к моим картам. Не существуют ни колоды, ни правильной последовательности вскрытых карт. В реальности дело обстоит так, что в каждый момент следующая карта рисуется заново. Квантовая теория утверждает, что это якобы строгая закономерность, все эти предписанные правила и заповеди вовсе не объективны. Будущее открыто. И открыто не каким-то произвольным образом, но бесконечно. Здесь можно возразить, и что же может выйти за пределы бесконечного. Например, в математике есть целые иерархии бесконечности. Если я здесь говорю о произвольности, то подразумеваю, что затронутым оказывается все, а если я затем беру среднее арифметическое, оно всегда будет равным нулю. Для всего существующего есть и его противоположность. Однако существует некая открытость, которая открыта бесконечно. И все же мы находим в этой открытости какую-то тенденцию, так сказать, встроенную в нее. И эту тенденцию нельзя разрушать. Математически это можно выразить, к примеру, в следующем. Есть конкретные законы для массы и энергии. Они не меняются, но все остальное обладает, так сказать, свободой. Я могу построить из него все, что угодно. В какой форме возникает энергия, какой материальный облик она принимает, все это можно изменить. Здесь скрыт огромный творческий потенциал. Петр Михель. Когда вы используете понятие тенденция, это указывает на нечто процессуальное. Не существует ничего статичного, и возможно, нет никакой конечности. Но ведь при достижении совершенного знания, как в Адвайте или в некоторых буддийских направлениях, не будет больше никакого процесса. Ганс Петр Дюр. Я забыл добавить, что не существует времени. Мой пример, в котором мы рисуем карты, верен лишь условно. Решающий фактор здесь чередование, изменение, а не вопрос о том, рисуется карта или нет. Для чередования время не является необходимым условием. Сначала происходит процесс преобразования. Затем для нас возникает время, поскольку мы, основываясь на том, что мы считаем материей, констатируем, а там что-то сдвинулось. Собственно говоря, существует только движение. Петр Михель. Это движение качественно. Говоря мистическим языком, это движение от состояния непросвещенности к просвещению, или же оно совершенно нейтрально. Ганс Петр Дюр. Это чисто языковая проблема. Когда я говорю о просвещенных, или непросвещенных, я вновь пользуюсь понятиями. Нет, у нас есть просто изменения, вслед за изменением, вслед за еще одним изменением, и так далее в этой последовательности порождается форма. Это так же, как в компьютере, где я имею дело только с каким-то процессом. У меня есть только нуль и единицы, которые я заключаю в последовательность. Я также не могу выдвинуть теорию, согласно которой я все время буду говорить только «да» или «нет», и на мониторе появится картинка, и заиграют страсти по Матфею. Последовательность создает иллюзию времени. Лучше я скажу так, это каждый раз проявление творчества. Бессмысленно утверждать, что настоящего больше не существует. Я предпочитаю говорить о моменте, или о миге, это тоже очень подходящее выражение. Миг – это ведь не какой-то определенный момент времени. Он, скорее, похож на акт вдох-выдох, который осуществляется определенным образом. Но говорить здесь о времени, рассчитывая секунды, это мы изобрели чисто в качестве вспомогательного средства. Петер Михель. Ваш образ процесса вдоха и выдоха или уподобления карточной колоди. Здесь нет телеологии. Ганс Петер Дюр. Здесь нет телеологии. Петер Михель. То есть мы снова вернулись к идее свободы от оценки. Ганс Петер Дюр. Мы потому и не можем говорить о телеологии, потому что нет никакого впереди. Есть только прошлое, колода карт, последовательность событий, которые мы оставляем позади. Будущее мы только еще создаем. Когда я дискутирую с моими классическими физиками или астрофизиками, я также отношу к ним и Хокинга, он тоже представитель классической физики. Как и Эйнштейн, который так и не поверил в квантовую физику, при том, что получил за нее Нобелевскую премию. Все они продолжают придерживаться старой модели. Они не поняли самую суть. Хокинг придерживается теории большого взрыва. По моему мнению, это одна из самых безумных идей, которые могут вообще прийти в голову. Господь Бог располагал как минимум недели времени, а теперь ему не дают и одной триллионной секунды. Все, что происходит теперь, уже предопределено ранее. Даже тот факт, что я сейчас произнесу – большой взрыв. То обстоятельство, что мы здесь собрались, уже предопределено. Мне не очень по душе такая точка зрения. Я верю в куда более простые вещи. Что-то меняется или увеличивается. Это действительно творческий акт, в котором мы сталкиваемся с абсолютной открытостью. Нет предопределенной границы, нет конкретных измерений. Но если я использую по-настоящему творческий подход, возникает новое измерение, которое не имеет ничего общего с нашим обычным представлением о пространстве. Вырастает нечто принципиально новое. Пространство формообразования расширяется. В какой-то степени то происходит благодаря тому, что я предоставляю ему новые измерения. Мы говорим об истинной полноте, в которой больше нет конкуренции. Больше не бывает так, как на Олимпиаде. Самый быстрый получает золотую медаль, а остальные – проигравшие. Меня это всегда выводило из себя. Это соревнование не является выражением того мира, который существует в реальности. На самом деле, нужно представить это не так, что есть стометровка и только один победитель, но что все одновременно бегут в разных направлениях. И расстояние тоже не должно быть для всех одинаковым, и тем не менее в конце все оказываются победителями. Вот верный принцип. Жизнь становится все более живой с каждым новым актом творчества. Это создает новые пространства, в которых затем сохраняется возможность играть друг с другом, поскольку в действительности игроки ничем не разделены. Есть серьезная проблема в том, чтобы точно выразить эти выводы словами. В квантовой физике используется модальная логика, в которой есть не только «да» и «нет», но между ними бесчисленные «да», «но». То есть я не могу предположить однозначные высказывания типа «да» или «нет», которые затем могли бы быть представлены соответствующим образом. Мы можем применить здесь, скорее, образ некоего колебания. Хотя это колебание не предполагает своего завершения, мы все же испытываем некоторое понимание. Даже если нас не спрашивают далее о том, что же оно все-таки значит, не остается какой-либо неудовлетворенности. Моя жена время от времени критикует меня за заносчивость, когда я в процессе доклада что-то рассказываю слушателям, а потом заявляю. Если вы чего-то не понимаете, не расстраивайтесь. Это означает, что вы весьма близки к тому, что я, собственно, хотел сказать. Я понял только одно, почему я не могу этого понять. Эта позиция дарит нам свободу. Мы освобождаемся от конкретной логики, которая хочет нас заставить искать истину. Однако, если в действительности есть пространство с огромным количеством измерений, то картина мира каждый раз будет разной, в зависимости от того, под каким углом я ее рассматриваю. И все же то, что существует, не является произвольным. Полное аудиоиздание, а также электронная и печатная версия книги по ссылкам в описании. Озвучено с помощью iBooks.ru